Популярность аниме во всём мире неуклонно растёт, и сегодня даже люди, вовсе не относящие себя к любителям мультфильмов, с удовольствием смотрят японскую анимацию. При этом поклонники жанра уверяют, аниме это вовсе не мультфильм в привычном понимании слова. Его отличает характерная рисовка персонажей и фонов, а на западе аниме является объектом исследования учёных-культурологов, социологов и антропологов. В этом выпуске на канале ОТАКОТ мы поговорим о феномене аниме. В чём же секрет популярности японской анимации во всём мире? Искусство передавать повествование через рисунки зародилось в Японии ориентировочно в 12 веке, а причиной появления такой традиции стала сложная письменность, состоящая по сути из трёх алфавитов. Даже образованные японцы не всегда могли понять смысл написанного без сопровождающей картинки. К концу 19 века стали появляться японские комиксы «Манго» именно в том виде, в котором они известны сегодня. И уже в начале прошлого века появилась та самая уникальная японская анимация. Вдохновлялись первые мультипликаторы страны восходящего солнца западными примерами, а потому первые их работы больше походили на американские и европейские мультфильмы. Изначально они не были предназначены исключительно для детей, а ориентировались на широкую публику разных возрастов. Но всё же в то время в Японии доминировали западные мультфильмы, потому что для местных художников производство анимационных фильмов было слишком дорогим. В первой половине 20 века ещё не было никаких условий для стремительного развития японской анимации. В 1923 году Япония сильно пострадала от землетрясения. При этом были почти уничтожены крупные города и находившиеся в них анимационные студии. Зато во второй половине прошлого века индустрия японских комиксов и искусства аниме стали развиваться семимильными шагами, даже несмотря на то, что западная анимация очень превосходила японскую по качеству. Японские художники в тот момент стали развивать свою индивидуальную манеру и создавать собственные мультфильмы, которые тогда не требовали больших финансовых вложений. К примеру, студия Toei, созданная в 1948 году, изначально для снижения затрат шла на хитрость. Основной бюджет тратился на важные сцены, а второстепенные рисовались уже не с таким хорошим качеством. Это позволило студии быстро занять лидирующие позиции, которые она сохраняет и сегодня. В 1958 году на экраны вышел первый цветной полнометражный анимационный фильм «Легенда о белой змее» Тайди Абуситы, не имевший большого успеха, но ставший предвестником стремительного взлёта популярности аниме. А уже в 1963 году появился настоящий хит – сериал «Остробой» «Осаму Тэдзуки». Его транслировали в разных странах, перевели на множество языков, а манга, по которой снимался сериал, разошлась по миру в количестве порядка 100 миллионов копий. Главный герой сериала стал одним из национальных символов и основой стиля аниме. Японские мультипликаторы, окрылённые успехом, стали активно развивать аниме. Вскоре у него появились свои направления и жанры. Стали создаваться отдельно сериалы для мальчиков и девочек. А уже в 1969 появился первый эротический фильм по мотивам сказки «Тысяча и одна ночь». В начале 1970-х на Западе стали проявлять активный интерес к аниме благодаря создаваемым в Японии большим анимационным сериалам по мотивам «Звёздных войн» и других космических эпопей. Изначально в основе аниме лежали манги и компьютерные игры, но в настоящее время выпущено множество мультсериалов с оригинальными сценариями. Золотым веком аниме стали 1980-е годы. В это время появилось множество новых студий, проводились смелые эксперименты по смешиванию жанров, а стремительно развивающиеся технологии позволяли добиваться высокого качества анимационных фильмов. На экраны вышел Акера, ставший первым аниме, снятым со скоростью 24 кадра в секунду и отличавшийся поистине феноменальной детализацией, чего до этого момента японские мультипликаторы не делали. Аниме стремительно завоёвывало мир. А вот на территории бывшего СССР японская анимация появилась лишь в 1990-е. Популярность пришла вместе с первым японским мультсериалом «Сейлор Мун». Чуть позже зрители смогли насладиться приключениями Пикачу и его друзей сериала «Покемоны». Сегодня аниме смотрят и дети, и взрослые во всём мире. Секрет популярности очень прост. Изначально японские мультфильмы создавались не только для детей, а были ориентированы скорее на подростков и взрослых. И вместе с развитием аниме выросло целое поколение поклонников этого вида искусства. Стоит отметить, что жанры аниме позволяют каждому зрителю выбрать фильм по душе. В аниме есть драмы и триллеры, приключения и своеобразные мелодрамы, эротические фильмы разных направлений и многое другое. Широкий возрастной охват, разнообразие жанров и необычная рисовка делают аниме столь популярным в мире. А на этом всё. Пишите в комментариях свои любимые тайтлы аниме. Делитесь этим роликом с друзьями и близкими. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok